всем добрый вечер я надеюсь я в сети меня слышно и меня видно и это позволит нам что-нибудь тут такое дело интересное давайте пойдем по плану который я заготовил сегодня течение дня и вот первая новость которую я хочу поделиться с подписчиками с подписчиками со всеми кто смотрит это видео то что отныне если алгоритм youtube не помешают мне это делать то вести стримы записывать разные сообщения я буду уже с другого канала я призываю всех на него подписываться он доступен внизу в описании это канал который будет называться теперь новая школа плеч почему новая отдельная история не может позже расскажу я прошу ну собственно переходить по ссылке станет лайки ставить лайки какая-то музыку к остальным единственное что вот большая часть если не все эти видео которые уже выложены на канале на лично то есть с которого вы смотрите это видео да хотя может быть я позже это видео перенесу на канал школы притч она будет рада как доступно уже на другом канале а самой школе я расскажу позже и о том что это такое просто хочу рассказать что мне пришла в голову такая инициатива которая мне кажется любопытнее чем который мне кажется любопытным это можно и остановиться во всех этих объяснениях вот и да я очень прошу как бы обратить на нее внимание я полагаю что это будет довольно таки интересно я сразу же хочу привести пример того чем может являться эта школа притч там даже в описании уже лежит рассказ называется сказка последнем ангеле ее написал это понимаю что алексей саморядов но вот сборники которые у меня есть вот у большой книги сценариев луцкая саморядова там по моему не написано кто если один автор этих произведений в этих сказок да я хочу зайти с нее с такого тузака ты как мне представляется я прочту ее скажу не пару слов да и уже потом буду двигаться дальше по ходу дела потому что все это мне кажется очень любопытно потому что сказки это все таки то что сказки чего нужно как бы уметь читать потому что если сегодня не брать в расчет то что мы имеем ввиду говоря сказки то от такого нашего восприятия сказок ничего хорошего быть не может и так относиться к сказкам и тем более к причем причин это вообще наверное но всерьез относиться к причем это сейчас как бы мне кажется дело не очень перспективное а следовательно надо этому учиться вот и попробую вот собственно рассказать эту притчу прочесть и да и поговорить о том как ее можно читать в каком контексте ее можно услышать и почему это такие сказки от которых наверное ну коль скоро так заявил что тревожные сказки да только повышается чувство неопределенности как то есть человеческой уверенности выбивается все основания ну и вообще говоря притча куда-то направляет куда-то скажем так обращает внимание но куда и зачем до поры неизвестно я позже еще приведу пример вообще можно привести его сразу я просто думал о нем раньше рассказать наверное позже немножко другом ключе но можно можно в общем и здесь это такая довольно известная думаю притч который называется алмаз дорожной пыли я ее нашел в сборнике что-то тысячи один камбили вот что-то такое он одним словом я небольшой знак ударений вот она называется так видимо потому что она об этом ну в общем я расскажу да такое предоведомление сюжет у него очень простой есть жена это какой-то китай старый видимо китай я себе очень условно представляю и в китае живет жена есть муж муж пьяница и тут мимо дома проходит какой-то старик он просит ночлега или просто убежище а он на самом деле ученик императора ученик дзен императора она об этом не знает он мело скрывается то есть он как-то переодевается в странствующего монах и соответственно она его приглашает но просит это понимает он открылся есть что он на самом деле большой мудрец просит излечить мужа от пьянства вот женщина прекрасное намерение потому что ее муж видимо все пропевает дом или ночует и так далее все как бы плохо да вот такая вот такое положение дел приходит этот человек говорит можно я перед переночу вас как-то остановлюсь на говорит да ну вот помогите как бы можете помочь он говорит ну давайте только мне нужен как бы вина побольше до еды то есть это ну как-то поляна в общем собери ну уже как бы любопытно она просит вроде бы как отучить а он говорит давай-ка побольше ну и значит она ну как кивает головой соглашается уходит ночью приходит пьяный муж не глядя говорит ну-ка накрывайте ко мне я голоден хочу продолжение ему накрывают вот это как раз ну кажется зовут гудо ученик но для него для пьяного мужа просто какой-то старик который почему-то оказался дома и вот сейчас накрывает для него хозяин дом ужин и он значит смотрит на него накрывает муж ест пьет засыпает утром просыпается и видит видимо мудрец так вот преображается или что мне кажется это в общем вполне уместным такая мера условности в этом рассказе муж понимает что это наставник императора известный мудрец куда и муж указывается в шоке чего за дела как это я как бы нормально сидел пил ну да попросил час дела не он понимает что вот как бы дело плохо не смысле что сейчас какая-то будет там репрессивная практика реализована а в том что нам все-таки стыдно да вот любопытно что все-таки в притче должны еще присутствовать какие-то чувства которые в современном мире уже как-то не не так хорошо известны то есть можно было бы сказать что в этот момент в главном герое просыпается совесть потому что он вот спутал такого случайного собутыльника с известным наставником императора который учит за и вот дальше происходит крайне любопытная вещь который я планирую вернуться на протяжении всего сегодняшнего разговора но которая меня мне кажется да наиболее важный здесь это мне представляется сцены буквально вообще во многих притчах их рассказах их можно оценивать потому как в процессе рассказа происходит постепенное приближение к тому что ты начинаешь видеть пространство буквально своими глазами то есть а в них как бы заложен момент когда начинается буквально вот вот это происходит вот это кино это видно во многих произведениях литературных где есть как бы моменты замедления скажем описание пространства общего да вот позади меня полки надо мной свет у меня вот такие руки вот такие уши и там голова и так далее а да а есть метод такой своеобразной динамики где вроде бы описан там глагольные формы разные как сделал пошел посмотрел но да я не конечно обеспечивают движение но они как таковы только показывают что все дело поменялось и вот что-то началось и в этом рассказе все начинается в тот момент когда главный герой говорит буду слушать а можно вас провожу ну просто понесу вам будут ваш ваши вещи слегка чуть-чуть можно я их понесу тут говорит дают ну как-то они не самые тяжелые но хотел расплатиться с ними вот заграла что внутри видимо ну как ты хочешь понеси но только чуть-чуть да там прошли они это чуть-чуть он говорит ему ну учитель парня мужчине говорит ну я типа пошел слушайте еще немного можно будет чуть-чуть еще уже как бы до что-то то есть началось они идут еще уже как бы ну там далеко зашли он говорит слушай ну мне дальше я сам сдачи спокойно давайте последний раз сейчас я с вами чуть-чуть то вот еще пару движений осуществлю и вернусь обратно домой я бы себе легко представил что на ходу скажем учитель говорит буду типа братом у тебя жена же так далее а может и не говорит дело не в это вот они идут приходят какой-то точки неважно как он да это будет момент развития где гудо им говорит слушай ну дальше я в общем сам как бы собирается и те тут он говорит что-то он ему говорит или может быть даже момент как-то иначе реализован в книге написано слегка по-другому одним словом герой продолжает идти за куда и дальше и уходит и его и называют каким-то именем который означает тот который пошел как-то вот так называют имя он в общем приобретает в тот момент когда не переставая продолжает идти за этим мастером и таким образом становится одним из главных учителей своего времени просто известных учителей за то есть что мы тут замечаем что ну если причина никак не воспроизводится как что-то такое абстрактное да и все-таки на секунду ей довериться то по какой-то причине которые уже никак не связаны с человеческим восприятием мира и ситуации возникает пространство для действия которые буквально смысле разрушает жизнь то есть это в чем можно было бы сказать сюжет этой притчи смысл этой притчи в том что человек к которым хотели позаботиться да вот его жена пришла но случайно так получилось оказалось рядом с мастером говорит ему ну вот давайте мы помогите если можете он говорит давайте и могла ли она ожидать то что так дело обернется ну могла или не могла вопрос не в этом вопрос в том что выполняются в конце концов два условия он помогает жене только эта помощь обеспечена и очень связаны и оборотная сторона это уход из дома мужа то есть он перестает быть пьянице но перестает быть и мужем тоже да если бы это была драматическая ситуация можно было бы на нее смотреть скажем от лица жены главного героя а не от него смогу да но уже в самом сюжете этой притчи мы видим такой остросюжетный момент остросюжетным он является ровно потому что до конца непонятно зачем буду идет главный герой идет за гудо потому что в какой-то момент это подчеркнуто да вот действия ему можно было бы уже не идти но он продолжает идти и мы понимаем что если в начале этот момент как бы такое ну следы решение слегка всегда не решение уйти из дома это не решение уйти от жены это не решение уж точно стать лучше уж вот к этому это никак не сводится просто потому что ну а чё бы ему не стать лучше дома чем сначала чё ему идти то с этим человеком это уж извините не вопрос как бы превращение человека в такого как бы добродетеля путем того что он ушел из дома в смысле ну как бы первый добродетель ты пропустил потому что ты как поставляешь одну жену чертю это вообще за поступок до совершенно он в рамках житейской добродетели не проходит как бы никак смысле что оставил ты об этом я курю как автоматическом конфликте который можно здесь рассмотреть да и притча поэтому она показывает некую ситуацию которая заходит за последнее в жизни потому что последнее в жизни был плохой мужик стал хороший мужик но только здесь мы видим в этой причине как бы смысл потому что человек перестает быть человеку зачем он пошел конца совершенно непонятно нет нет вопроса никакого ответа сказать что он там прям просветлел или что то еще значит только затенить ситуацию сказать как бы ну типа вот есть какое-то такое вот чувство посещающего человека благодаря которому он может быть она и есть но когда мы так говорим ну мы очень много чего как бы избегаем и во многом вообще обманывают и как бы здесь во всей этой ситуации есть очень любопытный момент что сказать наверняка почему он пошел нельзя но можно сказать другое да то что он пошел совершенно верно я к этому вернусь уже в лапе в рассказе одном о котором я расскажу позже об этом моменте вот этого действия когда человек выходит за себя вообще да как будто бы отпускает свое тело или скажем ну буквально вот он идет а потом он выходит из себя и начинает уже идти по-настоящему скажем так вот это конечно сюжет для притчи поскольку притчи таким образом описывают некое такое преображение пространство которое к человеческому уже имеет мало какого отношения ну вот теперь можно вот я сказал как бы немножко притча о том о чем я в принципе планирую говорить в этой новой школе новой школе притч до анонс который в телеграм-канале есть анонс я призываю его прочитать поставить лайки подписаться на канал обязательно нужно сделать я очень прошу ставить лайки этому видео еще вот здесь внизу вы видите да книгу на книгу о современном кино я очень прошу делать донейшни то есть отправлять деньги путем перевода их на разными средствами скажи так потому что я занят работой над книгой я сегодня не был ей занят например вчера тоже не были за но тем не менее мысленно я с ней вообще для того чтобы писать книгу нужно много разного времени поэтому очень прошу вот переводить да там написано практически все что необходимо осталось вот такая редактура но это очень тяжелый трудоемкий процесс поэтому буду рад вашей поддержки и в целом развитию вот новой школы никакая сумма не повредит а только благоприятствует да еще один момент так вот так показывать это получается в общем фото фотография да получается вот вот фотография да вот вот фотография я буду естественно проводя стримы публиковать с этой стороны свои фотографии за разный период может кому-то они приглянутся мне кажется что они вписываются в контекст и вообще о чем на них не посмотреть по моему они имеют на то право и если вдруг кто-то с этим не согласится вы можете подписаться поставить лайк призываю подписываться на этот канал но в первую очередь подписываться на канал новой школы притч и писать в комментариях собственно чего не понравилось и какие у вас вообще планы на жизнь да ну теперь я хочу перейти уже непосредственно кто и притча который искал сам начале вернее о сказке поскольку стрим называется сказки на ночь вот давайте прочтем сказку на ночь которая похожим образом который похожим образом можно интерпретировать но не стоит просто ее прочтем это сказка о потерянном ангела ангеле алексей алексей осморядо она очень короткая и я ее поместил в предисловие или как в описании стрима вернее описание новой школы притч на ю тубе да там и можно пройти потому что пройти там я прочесть она звучит там-там-там таким образом сказка о последнем ангеле у николая конова с хутора казанского жена рожала сидел он дома ждал тут женщины вдруг выбежали кричат беги сына встречать он заходит в дом и видит жена его родила овцу лежит овца на постели вся в крови и блеет а жена плача гладит ее выбежал он из дома господи да что же ты делаешь господи ведь мы же еще живы и поскакал в степь не знаю сколько он ехал только видит на холме хутор заброшенные и церковь на площади выехал он на площадь а возле церкви люди все лицами темные и молча роют землю ножами рядом мальчик лет десяти сидит на лавке и на него смотрит подъехал николай ближе а мальчик встал и говорит езжай домой кондов бог отвернулся от русских я ваш последний ангел остался езжай живи как есть лучше не будет здесь необходимо почувствовать замирание вообще пространство и предельную напряженность не просто выражены в словах на выражены зримости ситуации скажем так острой зримости ситуации как в тот момент когда главный герой предыдущего рассказа и куда стоят на развилке буквально планируют пойти или остаться но герой собирается пойти или остаться в нем еще как бы теплится выбор здесь тоже теплится выбор но пока не знаем какой но чувствую потому что следующее что говорит ангел говорит конову езжай домой коннов бог отвернулся от русских я ваш последний ангел остался езжай живи как есть лучше не будет по моему пронзительный пронзительная речь как отвечает ему коннов перегнулся тогда коннов с седла и ножом хватил его по горлу раз отвернулся то и ангела нам последнего не надо мы другого сыщем и ускакал я думаю что здесь можно сказать да одно важно важное замечание что если мы уберем контекст ангела и бога мы ничего не потеряем он нам очень важен потому что он добавляет никого никого понимания скажем так но принципиального принципе необходимости в этом нет я вспомнил сейчас рассказ я слышал в пересказе по моему я не читал не могу сказать наверняка ранее антонионе писал рассказы один из них называется кажется по моему по названию сборника тот гильба над тибром и вот в этом рассказе в одном несколько рассказов какой-то мужик ходит рядом с детьми в какой-то момент начинает понимают не то их убивать не то что они только грабить и убивать красть и убивать какой-то такой ситуации где мужик убивает детей мы думаешь такой плохой а потом он признать что-то типа а то описывать его мотивировки он говорит что ну я вот убивал для того чтобы нет как бы дерьмовую жизнь не жили то есть я как бы спасал вот ну я вот так хорошо помню этот рассказ поэтому пересказываю что помню но этот момент пронзительного и странного поступка да и вообще но поступка именно это даже не просто какая-то абстрактная мотивировка а именно какой-то другой взгляд да именно вспомнился и мне здесь потому что первое что приходит в голову ну здорово конечно что николай конов готов убить последнего ангела ну что в смысле это как бы зачем он это делал то есть первое что приходит в голову это разговоры о том что вот там человек скажем должен там терпеть или там наоборот сражаться то есть с одной стороны он типа должен терпеть и поэтому не прав с другой стороны он совершенно прав потому что он становится таким как бы за равным богу до убивая ангела тип как ну вот готов быть как бог или разбога нет можно делать все хотя думаю речь здесь вообще в таком ключе не стоит вести просто что я хочу отметить здесь я хочу отметить попытку сохранить в этой истории даже не какую-то ну такую тональность отчаяния которая здесь сквозит очевидным образом а а именно ну и вот не хочется как раз таки здесь мне не хочется хотя наверное первое что следует сделать по логике вещей так и есть так и должно быть да что это сказкой очень яркой очень прямо рассказывает или показывает то над чем работают лучше к саморяду своих сценариях вот спорник этом прочел это больше части сценариев и вот этот момент готовности человека отказаться от всего куда в каком-то последнем рывке последнем действие он там проходит сквозь все это и конечно это герой который поступает как герои других рассказов сценариях луцико и саморядов и в этом смысле безусловно что очень легко можно его начать так интерпретировать и в общем то на этом успокоиться то есть представить его каким-то несколько не комическим конечно персонажем на персонажем не таким любопытным как каким он как мне кажется может быть в тот момент когда он ну скажем так услышал комментарий ангела может быть даже замахнулся на него и нет шансов его не убить да но он его пока не убил просто я пытаюсь найти место в котором я потеряюсь потому что пока для меня эта сказка все-таки как и предыдущая сваливается в какую-то мораль а это со сказками из причин последнее дело потому что если у вас сказка и прича сваливается в мораль вы как бы ничего толку-то и не поняли и я хочу отметить здесь что меня интересует процесс когда да в этот процесс в сказке нужно искать момент предельной неустойчивости то есть когда я совершенно не понимаю что происходит я чувствую что именно так и должно быть никогда не чешто не понимаю все что я не придумаю будет отговоркой оправданием но это будет настолько неубедительно что я сам себя буду за это винить я должен дойти место где даже думать не могу вот наверное я не могу думать в тот момент если я буду говорить о себе когда коннов замахивается услышав что бог отвернулся от русских но еще не делает последнего жеста почему я не могу сказать наверняка для меня именно этот жест характеризует лучше всего то что происходит я например не могу сейчас наверняка да с полной уверенностью сказать что он значит ну сыщут они другого бога да это вообще все здесь очень пронзительный глупо как-то с легкой руки можно считать глубоким но не стоит потому что она не является потому что с легкой руки и вот нужно разобраться с каких-то нюансов да давайте вот на секунду оставим это и прочтем ради любопытства кое-что другое вот это по одной из версий автор этой сказки алексей саморяд алексей саморядов и Петр Волцук известные более или менее русские сценаристы в 90-х годах да если вы про них не знаете я вот не знаю какую нужно статью прочесть чтобы о них лучше узнать или какой фильм посмотреть может быть лучше читать сценарий я думаю что лучше у них ветер сценарий ветер ну вот Дмитрий Быков пишет предисловие к этой книге что лучше у них дюба-дюба фильм дюба-дюба мне кажется пронзительным но он говорит что там несопоставимые вещи фильм хороший да вот и собственно теперь я попробую отойти от этой сказки буду держать ее у себя в голове и буду держать у себя в голове вот этот алмаз дорожной пыли о котором я говорил в самом начале и попробовать все это как-то вот посмотреть по другим углам значит я говорил о людске луцике саморядове саморядах умер раньше луцик на несколько лет при этом умер так что судя по всему на фестивале луцик заперся кажется насколько я знаю в номере саморядов хотел к нему перелезть в гости сорвался и упал умер то есть вероятно они были пьяные ну здесь я не буду как-то теоретизировать да и не думаю что это принципиально мне кажется что на таких вещах заострять внимание нет необходимости просто давайте обратимся вот к чему я сегодня обнаружил этот материал в группе вконтакте который называется Петр просто луцик саморядов это некролог если так можно выразиться кстати я не знаю как правильно это называется в общем это текст который написал Петр луцик на смерть друга он так и называется на смерть друга то есть на смерть саморядов я не буду часто пересказывать там речь идет тоже о боге и тоже о о боге который отвернулся и о сыне которого сыном луцик называет саморядовом богом отца называет сына саморядов отец бог и саморядов значит луцик спрашивает что мол разве хороший отец рад когда сын его тихо смиренно послушен потом он развивает тему того что живая душа можно было бы сказать едва ли не любимей богу чем кроткая да тихая и спрашивает много ли живых душ имея ввиду я так полагаю душу именно саморядов помню саморядов автор той самой сказки и последние два абзаца любопытно рифмуются с этой сказкой а скорее последний да я хочу прочесть и предпоследний тоже может быть отрывками и вот я думаю пишет петр луцик за что наказал бы он такую душу такого человека за что не дал пожить больше всем тварям живым и мертвым дал пожить еще а ему не дал за что оборвал жизнь его и за что нас всех так осиротил нас что ли наказал или не доглядел он за сыном своим и тот упал где-то и шею себе свернул еще чуть раньше но так нас бы наказала и вот за что и там это вот я предложение оборвал но она мне кажется его финал блестящий или не доглядел он за сыном своим и тот упал где-то на шею на шею тот упал где-то и шею себе свернул а мы все испугались что они не успея лишь rework а вот его лучше растерялся вот это что что то во этом есть а мы испугались все никто и не успел ничего сделать один как-бы регисстр и друг вот его лучше растерялся совсем другой регистр еще раз пронзить другой человек пишет помню там один человек пишет кажется здесь другой человек пишет кажется а А пронзает одинаково. И друг вот его лучше растерялся. Николай Коннов в рассказе, в сказке о последнем ангеле, не растерялся, убил ангела. Но пока замахивался, мог ли он растеряться? Вот какой вопрос стоило бы поставить. Продолжим читать Луцика. Ну так всевидящий же он. Мы-то ладно, нас посечь да в чулан. А он-то что за сыном своим не доглядел? Чего, мол, Бог не доглядел за саморядом? Ну пропустим. Вроде бы риторика нам знакомая, но как бы можем ее осуждать, можем ее наоборот принимать как-то с распростертыми объятиями и так далее. Пробуем отойти от этого всего и просто читать текст, как он есть. Не становиться сентиментальным, когда все это читаешь. Остановить это пока в стороне. К этому будет место свое. Последний абзац. Микролога. Как это вот называется? Эпитафия? Я вот не знаю, простите. А коли Бог наш приуныл, коли растерялся, коли болен или ранен, коли немощен Бог, мы его своими костлявыми спинами подопрем, костьми ляжем, а нашего русского Бога на себе вынесем и сохраним. Через всю войну пронесем и обратно на небо поднимем да поставим, где сиять ему до скончания веков. На том стояла и стоять будет русская земля. То есть, что мы тут видим? Да, при этом видим ясно, отчетливо, что Бог, оставивший русских, ангела убьем. А здесь наоборот. Что мы должны подумать? Что Луцик как бы отказался от идеи отказаться от подачи к Богу, вернее, саморядов вроде бы отказывается от подачи к Богу, убивая ангела. А Луцик говорит, да нет, нет, мы подопрем. И что это, типа как ну все потеряли и поэтому можно возвращаться? Типа как да ладно, сначала мы думали, что ты как бы такой весь плохой, а потом, когда у нас ничего не осталось, ты на самом деле хороший, как бы ну жалко все терять или что? Ну вряд ли оно. Не похоже на это. Не похоже, что вот началось такое какое-то как бы заднее удало. Не то здесь. А коли Бог наш приуныл, коли растерялся, коли болен или ранен, коли немощен Бог, мы его своими костлявыми спинами подопрем. Ну, можно было бы рискнуть и сказать, что Луцик предлагает примерно то же, что иконов, только чуть-чуть в другом смысле. Ну скажем, в том, что ну боже, а чё там твой ангел-то зачем? Ну ты понимаешь, что ты как бы отправляя нам вот этого ангела вроде как идите как бы хоть чё-то вам оставлю, ты только нас как бы, ну, шестерками делаешь, а мы ими не хотим. Но ты нам и не позволяй. А позволишь, что мы тебе хотя бы напомним, что мы ими не являемся. То есть, ну, понятно, да, о чём идёт речь? Это мне кажется любопытно. То есть, ну, это то, что мне приходит в голову, когда я это читаю, что для того, чтобы напомнить Богу, кто люди такие есть, неважно, русский или не русский, и даже неважно, Богу или не Богу, напомнить важно, что, ну, если ты посылаешь нам Бога, как бы, ну, типа, вот, да, чтобы что-то было, то нет, нет, мы его как бы убьём. Плохо убивать ангелов, ну, ещё хуже, как бы это сказать-то. Ну, что ли, не знать себе места? Ну, и вот это, мне кажется, очень любопытно. Потому что, казалось бы, ситуация очень похожая. Чё бы не сказать Луцику, ну, ты, типа, отнял у меня, Божий, моего друга. Поэтому, да пошёл-ка ты, я найду чем заняться. Я, как бы, ты вообще, он, как бы, и не нужен-то мне был. Да, это твой последний ангел. И как-нибудь так справимся. Без тебя, тем более раз, ты за него не присмотрел. А мы-то как могли, ты все видящие, не мы. И что получается-то, хотя я немножко отхожу в какую-то такую более эмоциональную сторону, но мне кажется, это любопытно. Получается, вот что, что на первый взгляд, в общем-то, это вещи разные. Да, как бы, с одной стороны, Бог нужен, с другой стороны, Бог не нужен. С одной стороны, мы Богу только палки в колёса будем вставлять, ну, как бы, убивая ангелы. А с другой стороны, поможем, в костюме ляжем. А мне почему-то кажется, что нет никакой разницы между этими вещами. Просто её не существует. И внешне... Надо только внимательно смотреть, что происходит, что за дела-то. И для меня любопытно, как сказка, которая вроде бы не имеет никакого прямого отношения к смерти. Да. Ну, и очень как-то неправильно, что ли, братья сопоставлять прямо. Это вообще какое-то неубедительное дело, когда произведения авторов начинают следы произведения отыскивать в жизнь. Может быть и такое, но жизнь-то непростая, ничего однозначного-то в ней нет, но уж как-то совсем упрощать не стоит. А только хуже, наверное, от этого будет. А здесь я вижу вот этот странный процесс, странное как бы, ну, не знаю, какое-то такое любопытное движение для меня понятное не до конца. Я хочу обратить на него внимание, да, может быть, в первую очередь. Я позже хочу вернуться в любом случае, поговорить о лодочке и саморяде. Сейчас мы на этом, да, прервемся, говоря о них, потому что они, мне кажется, все-таки такими фигурами, настолько большими, настолько серьезными. сегодня мне пришла в голову мысль, что вот эти кинетовские сериалы, которые есть на ТНТ, наверное, на ТВ, это какая разница, в общем, сериалы вот про людей, которые там делают какие-то такие вот поступки, ура или что-нибудь в таком духе, или там с криминалом, в общем, наверное, весь криминальный жанр, что ли, или как бы такая эссенция криминального кино, вот там фильм Бык, да, когда-то был на Кинотавре, ну, представьте себе, что вы всерьез будете, да, разбирать, скажем, фильм Бык. Я ничего из него не помню, прям то, что в конце там происходит бабах, и это по какой-то причине является значительным событием. Так вот, любопытно то, что, да, вот это какая-то довольно-таки аккуратная и, наверное, в нынешних-то условиях аккуратная, да, и довольно-таки, ну, как сказать, рафинированная, да, даже во многом это смазливая эксплуатация, то есть, когда, как бы, криминальный образ превращается, ну, как бы, в такое занятие людей, которые сидят дома на самом деле и с этими вещами вообще никакого отношения, с этими вещами никакого отношения не имеют, да, вот представить себе вот это, как, ну, вот здесь и сейчас, да, вот касающиеся буквально каждого, не в смысле даже каких-то социальных условий. Я вот никогда не искал, но вот слышал, что у Секацкого, у Александра Секацкого есть какой-то комментарий или какие-то размышления или попытки размышлений о криминальном экзистенциализме. Вот было бы любопытно, конечно, о нем узнать, что-то, да, какие у него есть мысли, но, да, у Луцико и Саморядовы, может быть, вот моя гипотеза, которую я, может быть, позже захочу проверить, в том числе о ней поговорить, заключается в том, что то, что возникает у Балабанова, наверное, в первую очередь, хотя и Балабанова я не так близко знаю, хотя когда-то смотрел, наверное, большую часть этого фильма, думаю, что вот то, что есть у него несколько иначе и, может быть, глубже присутствует в сценариях у Саморядова и у Луцико, о них стоило бы поговорить отдельно, да, если вы на этой минуте еще слушаете мой рассказ, я вам очень советую прочесть сценарий «Ветер», вот взять, скачать и прочесть, я думаю, что это лучший, может быть, их сценарий и за последние годы в России, по крайней мере, то, что мне доводилось читать или смотреть, это точно один из лучших, даже лучших вещей, и нужно уделить отдельное внимание, и вот я слышал, что кто-то даже собирается снимать фильм, но, на мой взгляд, страшное дело снимать по гениальному сценарию фильм, потому, потому что, ну, доверия у меня нет, я не могу себе представить сейчас режиссера, которому стоило бы, который, как мне кажется, мог бы это сделать, давайте скажем, аккуратно, мне это представить, ну, практически невозможно, лучше я буду исходить из того, что это сделать нельзя, чем из того, что это сделать можно, придешь, что-нибудь из этого и получится. Вот, ну, собственно, сейчас я еще расскажу чуть-чуть о Селлинджере и вообще просьбу, да, опять смотрим, наверное, сорок вторая минута идет у нас. Донатить, да, подписываться на канал, да, ставить лайки, колокольчики, вот это правда, вот все важно, у меня 30 подписчиков, у меня на самом деле из-за этого, ну, как бы настроение очень плохое, я думаю, ну, а как мне, надо как-то, я гуглил, например, сегодня там, как продвигать канал на Ютубе, ну, там советы, конечно, да, понятно, какие, так что, вот еще одна моя просьба к тем, кто меня сейчас смотрит, пожалуйста, если вы меня смотрите, подумайте, может быть, вы знаете, а что мне можно сделать, чтобы продвинуть как-то еще мой телеграм, если бы сказать, Ютуб канал, может быть, телеграм, но почему бы и нет, потому что, да, ну, это же как бы важно, какой-то иметь некий, да, смысл, вот, к тому же, то, что я говорил, мне кажется, довольно-то попытным, поэтому еще раз повторю, да, лайки, 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 подписка, колокольчик, комментарий обязательно пишите, ну, давайте теперь перейдем к последней на сегодня теме, и все-таки коснемся еще раз того, о чем я говорил, да, ну, давайте вот зафиксируемся на 44-й минуте, зафиксируемся на этом разговоре любопытном, то есть смотрите, у нас есть, а, тут 44-я, это ВБС, а значит, ну, и туда может быть другая, у нас есть в притчах, в рассказах, в притчах, говорим о сказках, у нас есть момент, когда герой совершает некий такой поступок, который мы не до конца понимаем, чего это такое, зачем он его совершает, и почему он его совершает, мы врубиться не можем, и описать себе, сказать, ну, он делает это поэтому, и поэтому, ну, вариантов может быть много, ни один не подходит, но мы чувствуем, да, да, именно так и должно быть, это, как правило, страшно, и еще, да, одно из условий, это, как правило, видимо, вот, я сейчас хочу рассказать о рассказе с Эльниджера, да, я просто начну пересказывать, там, в комментариях, напишу или позже, скажу, что это за рассказ, почему он такой хороший, в общем, последняя история на сегодня, получается, у нас она будет третьим, да, три истории, две женщины, у нас получается 50-е, конец 50-е, послевоенное время, после Второй мировой, одна женщина приезжает к другой, та, которая приезжает, просто приехала увидеться, при этом давно, видимо, не виделась, а они были раньше подругами, позже мы узнаем, что были медсестрами вместе, то есть собирались, да, пойти в госпиталь, работать, вот, приезжает в гости, они начинают о чем-то болтать, та, которая живет у себя дома, ну, одна приезжает, к той, которая живет, у которой семья, ребенок, муж, мы все это по ходу дела понимаем, даже прислуга, хорошая жизнь, вот, и она останавливается у нее, ну, как останавливается, они приехали пить вместе, как бы, как бы, предлагается, ну, остаться у себя, как-то там, порасплечься, ну, то есть просто выпить и поговорить, у них начинаются разговоры, типа, как у тебя, как у меня, и вот, давайте зафиксируемся, да, нам будет проще, чуть-чуть по именам, чтобы не терять, положение дел, главную героиню будет звать Лоиза, это та, которая живет дома, а Мэри Джейн приехала к ней в гости, а рассказ называется Лапа Растяпа, ну, вы поняли, я думаю, единственный перевод чей, но, я думаю, что все переводы, да, это переводы, те, которые первые выходили, по-моему, нет, не помню чей-то, я подозреваю, что это могла бы быть Рита Райт Ковалева, но я не так много других переводчиков знаю, так вот, Мэри Джейн и Элоиза, Элоиза у себя дома, у нее дочка, с ней разговаривают, тут происходит какой-то такой рассказ, как Мэри Джейн говорит, что у меня есть муж, там, он много о нем не говорит, он говорит о том, что у нее когда-то был такой друг, да, возлюбленный, как мы понимаем, который ей очень нравился, который погиб на фронте, она вспоминает историю о нем, рассказывает о нем Мэри Джейн, потому что он, она не рассказывала о том, как он погиб, она рассказывает впервые ей, да, давайте пока это оставим, в общем, они пока делятся разными историями, и вот Элоиза, видимо, выговаривает с Мэри Джейн, но приехала подруга, давно не виделись, начинает выговариваться, среди прочего, Мэри Джейн рассказывает про этого парня, какой он был милый, какой он был хороший, и как однажды, когда они садились на автобус, она бежала к нему, потом поскользнула, усыпала, ударилась, он говорит, ты типа лапы растяпы, да, зафиксировались, да, воспоминания, в котором, мужик, который ей нравился, парень, который чуть позже умрет на войне, говорит главной героине, что она лапы растяпы, на английском названии рассказы, другое, вот, что происходит потом, мы понимаем, что, ну, наверное, Элоиза не очень хорошо себя чувствует, дома живет, как-то, ну, это все по ходу дела, мы как-то узнаем, они просто общаются, мы понимаем, что Элоиза просто злая баба, плохая злая баба, недовольная, прям вот, да, грубо так говорить, я вот не знаю, злая баба, или все-таки не грубо, я надеюсь, что не грубо, потому что я ничего не имею в виду, а именно, как-то надо уточнить, архетипическое в ее образе. Так вот, Элоиза жалуется, напивается, но ее же она хочет свалить, не сваливает, начинаются какие-то там еще рассказы про Уолта, вот, по-моему, ее муж, ну, в общем, есть муж, и вот, с которым она живет, с которым она, разумеется, ничего не рассказывала. Тут приходит дочка Элоизы, то есть, недовольные, да, женщины, и говорит, а мы с Джимми, короче говоря, оказывается, что у ее дочки есть воображаемый друг Джимми, мы с Джимми пошли гулять. Ну, значит, они с другом пошли гулять, говорит, а мы с Джимми спрашивали, в смысле, вот, а что, у ее дочки воображаемый друг, а ты не хочешь, так, позаботься, он говорит, забей, такая разница. То есть, как бы, она плохая женщина, так она еще и о дочке не заботится. У меня есть какой-то муж, у меня мужа, в общем, до него большого дела нет, но плохо, чувствуется, что плохо, и вот нужно напиться. Характерная сцена, все происходит вот прям в короткий промежуток в одном доме. По-моему, это все вообще, по-моему, это лучший рассказ Селлинджера, ну, давайте подождем. Или один из лучших точно. Здесь, вот, когда начинается, да, как бы, глубокая плотность, суперплотность, в тот момент, когда возвращается с прогулки дочка. То есть, до этого идут просто некие разговоры. Ситуация, две девушки, которые давно не виделись, у которых есть о чем поговорить, но которые, давно не пользовались этой возможностью, начинают рассказывать кое-что друг другу. Есть хедлайнер разговора Элоизы, которые больше, чем Мэри Джейн, есть что сказать. И вот они говорят. И вот в какой-то момент, когда мы уже понимаем, кто из них кто, Мэри Джейн устраивается на работу, там, на фоне, на самом деле, да, она оказывается неким проявителем ситуации Элоизы, потому что она к ней приезжает, и через нее мы понимаем, если бы мы снимали кино, мы бы понимали, что в каком-то смысле начинать нужно, разумеется, с Мэри Джейн, потому что Мэри Джейн нам начинает, приходя впервые в мир, его показывать. Герой, который впервые где-то оказывается, разумеется, проявляет нам мир убедительнее тех, кто в нем всегда живет, из него не выходит. И что происходит в этот момент? Элоиза никогда не рассказывала Мэри Джейн о том, как умер этот парень. Кажется, его зовут все-таки Волт. Я сейчас даже это проверю. Ну да, видать, я бы звали Волт. Ну да, Волт, а может, зовут Илью. Имена вообще. Так вот, Мэри Джейн говорит, Элоиз, ты мне рассказываешь, как умер Волт? Он говорит, не надо спрашивать. Не спрашивай. Он говорит, ну пожалуйста. Он говорит, ну не спрашивай. А он говорит, Мэри Джейн, ну пожалуйста, Элоиза говорит, расскажу, рассказывай. Я пущу рассказ того, как она это описывает, потому что умер плохо, и это все описано, и все довольно любопытно. И там есть комментарии хорошие по поводу того, почему она об этом не будет рассказывать, не хиталью. Важно не это, важно вот здесь начинается, да, уже пошли странности. Как только умирает воспоминания Волт, то есть впервые она рассказывает Элоизу, своей подруге, о том, как умер Волт, практически сразу домой возвращается девочка со своим воображаемым другом. Говорит, моего друга сбила машина. Очень важно, на мой взгляд, что ее друг сбивает машина, и это по тексту можно вообще пропустить, потому что там есть другие события, там есть другие какие-то вещи. Короче говоря, приходит, говорит, моего друга сбила машина, друг воображаемый, но я сейчас без него, вообще-то его сбила машина. Мать говорит, ну хорошо, иди там ботинки сними и ложись спать. Как вы совершенно забыли. Дальше они тоже про что-то такое разговаривают, и в какой-то момент ну вот зафиксировали, да, разговор, она рассказала, тяжелый разговор, видать, какая-то пауза, пошла проверять Элоиза, как спит ее дочка, потому что там с горничной что-то напазднула, повздорила, или просто решила пойти, но все-таки это мне еще не кажется тем, о чем я скажу позже, той турбулентностью, в которую мы попадем уже в следующей сцене. Давайте мы теперь да, зафиксируем опять, ну вот две женщины разговаривают, одна рассказывает, другой про своего парня, мужчину, в котором она была когда-то влюблена, своего друга, да, возлюбленного, который умер на войне, она сейчас уже замужем, с ребенком, и вот вдруг вспомнила о нем, рассказывая своей подруге, историю с ним, как он назвал Элла Поростяпой, и впервые рассказала о том, как он умер. И теперь она поднимается, эта девушка, и все, мы уже должны понимать, началось что-то зримое. Она поднимается на второй, ну, собственно, наверх к своей дочке. Я позволю себе процитировать этот фрагмент, потому что, ну, на мой взгляд, это гениальный фрагмент. Я, может быть, буду его не целиком, но тем не менее. Элоиза прошла через столовую и поднялась по лестнице, куда падал смутный отцвет из столов. На площадке валялся рамонин ботинок, рамона, дочка Элоизы. Элоиза подняла его и силой швырнула через перила вниз. Ботик с глухим стуком шлепнулся на пол. В рамониной детской она включила свет крепко держать за выключатель, словно боялась упасть. Так она постояла минуту, уставившись на рамону. Потом выпустила выключатель и торопливо подошла к кроватке. Рамона, проснись, проснись сейчас же. Рамона спала на самом краешке кровати, почти свесив с садик через край. На столике, разрисованном утятами, лежали стеклами вверх очки с аккуратно сложенными дужками. Рамона! Девочка проснулась испуганным вздохом. Она широко раскрыла глаза и тут же сощурилась. Мам, ты же сказала, Джимми Джиммерина умер. Тот, который был выдуман героем. Что попал под машину. Чего? Слышу, что я говорю. Почему ты опять спишь с края? Она говорила, кажется, об этом, что... Так, прошу прощения, сейчас попью и вернусь. Так вот, а оказалось, да, что дочка имела практику, практиковала спать так, словно ее воображаемый друг спит рядом с ней, и, следовательно, да, сейчас возникает некая странная ситуация. В смысле он... В смысле ты продолжаешь спать с краю, спрашивает. Мать у своей дочери, ведь твой воображаемый друг умер. На что дочь отвечает? То есть ситуация понятная, до сих пор пока ничего страшного. Потому, отвечает Рамона. Почему? Потому, Рамона, я тебя серьезно спрашиваю, не то, потому что не хочу толкать Микки. Кого? Микки, сказала Рамона и почесала нос. Микки Миккира. Голос у Элоиса сорвался до визга. Рамона испуганно уставилась на мать. Ах так? И Элоиза схватила Рамона на ножки, приподняв их, не то перетащила, не то перебросила ее на середину кровать. Рамона не сопротивлялась, не клакала, не дышала себя. Дала себя передвинуть, но сама не пошевернулась. А теперь спи, сказала Элоиза, тяжело дыша. Закрой глаза. Что я тебе сказала? Закрой глаза. Рамона закрыла глаза. Еще раз, небольшая фиксация, поднимается по лестнице наверх к дочке, видит, что дочка спит. Не одна понимает, что у дочки появился новый воображаемый друг. Ну, простите, воображаемый друг. По общей логике вещей, в рассказах очень важна некая общая логика вещей и некая частная логика, скажем так, гипервещей. Супер вещей. Появился, да, а что же ты злишься так? Что-то раньше-то не злилось. Но мы помним, когда, что следовало, как следовало одно за другим. Должны это помнить обязательно. Кто после кого убрал, скажем так. И теперь мать смотрит на дочь, которая плачет, потому что ее поругали, которую силой заставили лечь на край, вернее, на центр кровати. перелечь с края на кровать. И теперь, как бы, ну, на мой взгляд, это вообще очень-очень-очень очень сильно. Как всего три три абзаца. Элоиза? Да, и опять видимость. Все это видимо. Все это напряженно. И почему это происходит, черт его знает. Ну да, так и должно быть. Элоиза подошла к выключателю. Так и должно быть, потому что это герои, потому что они в каком-то смысле дальше людей. Элоиза подошла к выключателю, потушила свет. В дверях она остановилась и долго-долго не уходила. И вдруг метнулась в темноте к ночному столику, ударилась коленкой о ножку кровати, но сгоряча даже не почувствовала боли. Схватив обеими руками Рамоли на очки, она прижала их к щеке, слезы ручьем покатились на стеклах. Бедная моя лапа растяпа, повторяла она снова и снова. Бедная моя лапа растяпа. Потом положила очки на столик стеклами вниз, наклоняясь. Она чуть не потеряла равновесие, но тут же стала подпекать одеяло на кроватке Рамоны. Рамона не спала, она плакала и, видимо, плакала уже давно. Мокрыми губами Элоиза поцеловала ее в губы, выбрала ее волосы со лба и вышла из комнаты. Ну, если это оценивать опять с точки зрения морали, а я просто предостерегаю всех, кто это смотрит, поступает, мы могли бы сказать, ну, мать как бы начала проявлять материнские чувства. Очень плохой ответ, очень плохой комментарий о материнских чувствах речи здесь не идет, ни в коем случае идти не может. Хотя, конечно, где-то по фону это можно за это принять. Что тут происходит? Элоиза подошла к выключателю и потушила свет. То есть собиралась выйти, но почему-то не вышла. Мать стоит в губерях, смотрит на девочку, девочка, видать, плачет, ну, как бы, а что? Плачет и плачет. Мать решила за нее. В общем, может быть, и не зря-то, в общем-то, почему бы ей не отказаться от всех этих дурацких идей. Здесь надо, конечно, когда это читаешь, забывать о позднейших интерпретациях, которые вполне могут быть уместны, что вот раз один и мир за другим, ну, соответственно, ситуация матери, ситуация дочери, они друг в друге повторяются. Да, разумеется, это имеет значение, но в процессе письма, наверное, это не имеет никакого значения, потому что там здесь некий творческий процесс, отличный от процесса аналитического такого обозревательства. Хорошо, может быть, их совмещать, наверное, их совмещать невозможно. А я просто настаиваю на предельной видимости в том смысле, что ты вот читаешь чувства, что происходит, понимаешь, ну, вряд ли. Попробую объяснить, почему. Она стоит и смотрит на дочку, а потом вот эта фраза. И вдруг метнулась в темноте к ночному столику, ударилась коленкой о ножку кровати, но с горяча даже не почувствовала боли. Что сделала Элоиза в этот момент? Она стала лапой-растякой. Она пошла, вот, как можно стать лапой-растякой женщине, у которой тот человек, который называл ее, ну, если бы это был рассказ какой-то мистический, она вызвала дух этого Уолта, ударившись о ножку кровати, но, если очень коротко, она просто пошла. То есть, зачем она как, ну, опять, да, очень любопытно такие рассказы интерпретировать с точки зрения человеческого, от чего она ударилась-то? Зачем она туда метнулась-то? к очкам Рамонны? По-моему, о них там какой-то даже разговор был, может быть, даже имеющий какое-то значение, но я, если честно, не помню, меня больше всего смущает вот этот момент, когда она делает это вдруг. Здесь слово вдруг, мне кажется, ключом. Черт его знает, почему так, но именно так, по-другому нельзя. Вот она дергается и становится лапой растяпой. Так называется рассказ и так осуществляется, ну, то, что в случае с рассказом алмаза дорожной пыли делает герой, когда говорит, а я еще за тобой пойду, а я еще за тобой пойду, и продолжает идти. Эта фраза. И он так и продолжил идти. или замахнувшийся Николай Коннов, но еще не ударивший. Потом он бьет. Без объяснений, почему. Бог не бог, ангел не ангел. Элоиза делает шаг для того, чтобы удариться. То есть, делает шаг, потому что это единственная ее возможность. я слышал что-то об автономном комплексе у Юнга. Если бы можно было сюда перенести терминологию, хотя я особенно про нее не слышал, но подозреваю, что я мог быть близок к этому. Вот здесь запустился своеобразный автономный комплекс внутри Элоизы, который вернул ей то, чем она является. А является она на протяжении всего этого рассказа мы понимаем, что вот тем, что о ней сказал тот парень. Да, вот внутри этого рассказа, внутри этой художественной ситуации, опять, мы ее не масштабируем на человеческие судьбы, на что-нибудь в таком роде. Да, мы разбираемся с вещами, наверное, все-таки поинтереснее. Именно вот присутствием черт знает чего, почему она дернулась. почему она дернулась, в общем-то, как бы сказать, если мы знаем, почему она дернулась, мы знаем, почему Бог отвернулся от русских в рассказе сказка о последнем ангеле или о том, почему главный герой пошел за учителем Гудо. А это те вещи, которые мы не знаем. Наверное, мы их можем узнать, может быть, может быть, и нет, но об этом мы сейчас говорить не будем, просто я пытаюсь сопоставить эту ситуацию. Вот. схватив обеими руками рамони на очки, она прижала их к щеке, да, и после этого она говорит, бедная, она простяп, да, и после этого она впервые за весь рассказ целует дочь и как-то между ними взяла решаются после этого спрашивает у своей подруги, правда же я была хорошая, правда хорошая, как бы вспоминая свою другую жизнь. Вот. И я хотел еще сказать о Пушкине, но я думаю, что сейчас немного избыточно, потому что третьи истории все-таки обладают некой цельностью, можно на этом остановиться. Я просто хочу сказать, что вот то, что в них происходит, вообще любопытно, как совершенно разные люди, которые пишут в разных стилях, Селлинджер, ну, да, конечно, есть мнение, что Селлинджер, ну, скажем, исследование, да, что Селлинджер и Восточный, Селлинджер и Восток как-то между собой связаны, да, и Луцкий саморяд в том же можно чтобы в такое придумать, какую-то такую связь искать, но это, мне кажется, избыточно. просто хочу заметить, что те ситуации, в которой, то есть найти реальную ситуацию, реальная ситуация будет основана для притчи, неважно, фильм это или не фильм, рассказ это и вот короткое представление. Дело там одно, и ситуация, найти эту ситуацию значит найти место, где ты, вот, вот чем она характеризуется для меня эта ситуация тем, что я совершенно не понимаю, намного может быть версий, несколько, да, почему пошла мать в сторону, кровать дочери, дочери, человек пошел за учителем, но ни одна из них не, как бы, ну, ни одна из них не сохраняет меня покоя, то есть, чтобы я рискал, все равно есть что-то еще, какой-то нюанс, какая-то вещь, какая-то вот, некое зудящее чувство, некий такой, отзыв, который меня никак не отпускает, все еще его слышу, даже когда, вроде бы, свел, потому что там, все хотят быть дружными вместе, да, или там, учиться некоторым такому дзен, словно какая-то есть такая школа, да, такого мастерства, да, и хотя я не до конца могу это объяснить себе, я понимаю, что так, а не иначе, по-другому нельзя, сникает некое такое безотчетное действие, настолько что-то говорили аффективное, вот, наверное, я вот никогда не изучал, что такое аффектно, до сих пор это не до конца понятно, человек действующий в аффекте, потому что, ну, мне кажется, что даже если бы здесь кто-то был в аффекте, да, трудно было бы представить дальше, что зачем нам рассказывать, ну, то есть, мне кажется, у аффекта какое-то краткосрочное действие, которое потом не имеет большого значения, а то, что в папиросте это происходит, ну, разлом, даже если она будет жить, кстати, точно так же, хотя это вообще не имеет значения, нам важно заметить разлом, да, нужно понять, что, ну, вот, сделать шаг к своей дочери, которая вот так лежит и ударится ножкой, ногой о ножку кровати, или замахнуться на ангела, или продолжить идти к человеку, который просто о тебе позаботился, когда ты был пьян и хотел продолжения, вот, да, вот эти три вещи, они, что-то такое, как бы, ну, откуда они взялись, но да, они нужны, да, без них нельзя, и вот это сочетание, мне кажется, наиболее любопытно, потому что я хотел сегодня рассказать, может быть, о чем-то похожем я и буду говорить завтра, может быть, я даже, я вот не знаю, завтра ли, или послезавтра, пока я еще не решил, надеюсь, что понимание в скором времени придет, и алгоритмы YouTube позволят мне вести трансляцию уже с нового аккаунта, а сейчас я прошу еще раз всех подписываться, ставить лайки, шарить это видео, вообще, если у вас есть социальные сети, пожалуйста, распространяйте это видео, да не только это, и любое из тех, которые вам кажутся пригодными, да, хотя я, конечно, не буду перемещать на канал новой школы. притч постепенно для того, чтобы развивать в первую очередь тот канал, да, который там брендирован, я вот там нарисовал, например, сегодня, ну, как нарисовал, скажем так, создал, создал там логотип, прошу вас писать комментарии, может быть, у вас есть рассказы, которые вы бы хотели услышать, обсудить, разобрать, да, или которые вам кажутся похожими на то, о чем я говорил сегодня, или может быть у вас есть объяснение тому, о чем я говорил, потому что я читал некоторые комментарии о Лапе-Растяпе, может быть, все уже все знают, да, и все уже хорошо понимают, как это все нужно читать и смотреть, и избыточно о них, им уделять такое внимание, поэтому, если вы знаете, что это такое, пожалуйста, пишите в комментариях, вот, в целом, на этом сегодня все, в чате у нас кажется, вопросов нет, поэтому пункт пропустим, но, собственно, остается только пожелать вам доброй ночи и попрощаться, спасибо, что были здесь и сейчас. субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,